Партнер рубрики РТМ «Происшествие» компания «Жасканат-2006». Почти 250 нарушений правил дорожного движения было выявлено полицией Кустаная за 5 дней проведения операции автобус. Больше половины из них совершили именно водители общественного транспорта, что, по мнению полицейских, очень много. Это такие, как непрохождение предрейсового осмотра, нарушение правил маневрирования, разговор по телефону. Кроме этого, сотрудниками полиции был выявлен факт управления автомашиной «Газель» лицом ранее лишённого права управления. Значит, этот водитель работал в одном из предприятий города по найму, осуществлял перевозки работников. В отношении его составлен протокол по статье 612, часть 3. Автомашина изъята и водоверена на специализированную стоянку. Также к административной ответственности привлечены двое должностных лиц двух автопредприятий города. В отношении диспетчера, который выпустила на линию водителя, не прошедшего обязательный техосмотр. А второй протокол был составлен в отношении директора автопредприятия, допустившего эксплуатацию транспорта, где были установлены два дополнительных сидения, то есть переоборудование. Полицейские на основе данных о нарушениях, созданных во время профилактического мероприятия, даже составили антирейтинг автопредприятий и маршрутов. Наибольшее количество нарушений выявлено со стороны водителя автобусов. Это маршруты 2, 7, 22, 23. Следующие это 15 нарушений. Такие автобусы, как 5, 9, 11 маршрут, 3, 25 маршрут. Такие еще маршруты 8, 10, 11, 24, 27. Вот это самые наиболее маршруты, водители которых нарушают правила дорожного движения. Работу автобусов и их водителей полицейские решили проверить непланово после того, как участили случай дорожных столкновений с их участием. Напомним, буквально за неделю общественный транспорт в областном центре и его окрестностях как минимум трижды становился участником ДТП. В том числе и в случае, когда на пешеходном переходе в Кустанай была сбита девушка. Попредварительно, да, я скажу, что это по вине водителя автобуса, конечно же. Так как это был нерегулируемый пешеходный переход, он должен был пропустить девушку пешехода. Почти семь десятков правонарушений выявлено за полторы недели проведения операции САЙГА к природоохранной полиции Кустанайской области. Это и незаконное хранение оружия, нарушение правил перевозки и хранения законных арсеналов и нарушение правил рыболовства. Но в основном, более чем в половине случаев выявлены факты незаконной охоты. Один из случаев браконьерства зафиксирован в Карабовыцком районе. Между поселками Песчаной и Славенко на автодороге была остановлена автомашина Хонда Цивик. В ходе досмотра данной автомашины, также в багажном отделении данной автомашины, было обнаружено два мешка с мясом. Также нож окорвавленный и шерсть, схожая с шерстью сибирской косули. В том же районе, на границе с Российской Федерацией, выявлено еще одно, как говорят полицейские, экологическое преступление. При прохождении погранпостов Кайрак была задержана автомашина Мазда. В ходе досмотра данной автомашины сотрудниками погранслужб совместного полиции, было в багажнике обнаружено в пакете рога неустановленного животного. На сегодняшний день, по данному факту, возбуждено уголовное дело по статье 339, то есть обращение с животными, находящиеся под угрозой исчезновения. Пока не установлено, какому животному принадлежали провозимые рога. Для этого назначены экспертизы. Правонарушение заключается в том, что у человека, их перевозившего, не было никаких разрешающих документов. Он поясняет, как обычно все поясняют, для сувенира, для рукоятки и ножа. В основном у нас рога – это для изготовления лекарственных препаратов. В основном она часто пользуется в восточной медицине. Более подробно обо всем вышеописанном, а также о других преступлениях и происшествиях мы расскажем вам в будущий понедельник в программе «Дело номер». Также эти материалы в любое время смотрите на канале АЛАУ Ютуб и подписывайтесь на наши аккаунты в Инстаграм. Партнер рубрики «РТМ. Происшествия» – компания «Ажасканат-2006». Продолжаем выпуск. До 2020 года район 2-го Кустаная планируют газифицировать. Такое обещание дал исполняющий обязанности Акима города Эдар Хусаинов. Он, отвечая на вопросы жителей микрорайона, рассказал также и о планах по освещению улиц, а также долгожданном асфальтировании дорог. На встречи побывала наша съемочная группа. В Кустанай началась серия отчетных встреч с населением. Первая прошла в микрорайоне Кустанай-2. Айнур Ахметова – первая, кто задала вопрос исполняющему обязанности Акима города Эдару Хусаинову. Женщина живет в этом районе уже 12 лет. Признает, что работы по благоустройству проводятся. Вместе с тем ряд проблемных вопросов все еще на повестке дня. Мне бы хотелось узнать насчет дорог и по освещению, по улице Крупской. Детям тяжело идти по темному. Что-нибудь будет решаться в этом году? Вопрос понятен. Здесь на сегодняшний день, наверное, мы уже озвучивали. В прошлом году подрядной организацией ТОК «Ардинал» были проведены работы по асфальтированию. На этот год также медным холодным ресортированием будут охвачены три улицы 2-го Кустаная. Что касается по освещению, по мере освобождения на сегодняшний день вы видите, как и в прошлом году будем проводить реконструкцию улиц, демонтировать те светильники, которые имеются. Без проектной смертной документации будем в рамках текущего содержания. Здесь ЖКХ возьмут сейчас на контроль. Также, думаю, в этом году 2-3 улицы будем заниматься освещением 2-го Кустаная. Еще один вопрос местных жителей – их коммунальное благополучие. А если быть точнее, то жители 2-го Кустаная сетуют. Микрорайон разросся, добавился северо-запад. Вот только новая часть района обеспечена всеми коммунальными услугами. Жители Старой только мечтают о газификации их домов. У нас в управлении энергетики имеется проект. По-моему, он действует до 2020 года, если мне не ошибаюсь. Порядка 400 миллионов, чтобы провести полностью газификацию 2-го Кустаная. На сегодняшний день вопрос прорабатывается. Подана бюджетная заявка на республику. Если она не просмотрится, скорее всего, будет выделение из областного бюджета. По сути, большая часть вопросов жителей 2-го Кустаная касалась именно коммуналки и благоустройства района. Например, многие опасаются весеннего паводка. Исполняющий обязанности Акима заверил, ведутся профилактические мероприятия. Вывозится снег, чистится водостоки, чтобы подтоплений было меньше. Еще один наболевший вопрос – асфальтирование местных дорог. Айдар Хусаинов отметил, в этом году дороги ремонтировать будут. Списки улицы Тургенева, Вишневая, Самала, Раздольная. Возможно, список увеличат. Монорбек Касколов и Ярослава Богатырева. РТН. Встреча без галстуков прошла для студентов университета. Каждый желающий смог высказаться о трудностях молодого поколения. Это были и проблемы с трудоустройством, и маленькая информированность о новых молодежных проектах. О том, как в год молодежи смогут реализовать себя молодые люди, расскажет Камила Солкомбаева. Встреча без галстуков и отсутствие формальности помогают студентам рассказать, какие сейчас есть проблемы в молодежной среде, считает Саят Шаймурунов. По его мнению, низкое трудоустройство, незнание условий новых проектов не дают молодежи в полной мере реализоваться. Поэтому главное – выслушать и помочь. У нас в области более 177 тысяч человек, молодых людей от 14 до 29 лет, из которых более 40 тысяч – это организованная молодежь, то есть студенческая. Тот посыл, который глава государства озвучил для них, и те направления, и программы, в которых они могли бы поучаствовать. В свою очередь мы, как государственные органы, будем оказывать им содействие. Уже в апреле планируется ярмарка вакансий для студентов всей области, а в мае – открытие Дворца молодежи. Одним из главных помощников для развития студентов послужит открытие кабинетов по разным направлениям, как волонтерства, так и КВН. Встреча посвящена после последнего послания нашего Ельбасе, которая официально открылась буквально неделю назад. Это год молодежи. Год молодежи – это до этого, в принципе, у нас было очень много возможностей по этому поводу. Ну и в этом году прям делает большой упор. Поэтому молодежь должна, в первую очередь, не лениться, стремиться и ставить определенные направления, выбирать критерии и шагать вперед. Один из студентов активно интересовался проблемой доступности жилья и молодежной занятости. Думан несколько раз пытался участвовать в стартап-проектах, а также в ЖАЗ-проджект, но пока не так успешно, как сам хочет. Поэтому для себя он выделил в первую очередь развитие молодежного предпринимательства. Проблема, чем занять себя студентом в течение дня. Потому что многие студенты иногда просто не проинформированы о тех программах, в которых они могут себя реализовать. И благодаря, можно сказать, посланию, они могут для себя выделить некоторые цели, задачи, которые они могут решить даже в течение этого 2019 года, Года молодежи. Организаторы встречи отмечают и работу с выпускниками программы СЕРПН. Согласно ей, студенты южных регионов могут бесплатно обучаться и проживать в Кустанайской области. К слову, в этом году в нашей области таких 702 студента. Для них создан специальный перечень вакансий уже по их интересам. Сейчас ведется активная работа по трудоустройству молодежи. Хамзан Урпейсов, Камила Салкамбаева, РТН. Такими были события дня у меня. На этом все. До свидания.